Пока алтайские аграрии, как манны небесные, ждали дни и без дождей, их кубанские коллеги успели большую часть урожая собрать. На всю страну объявили. Только озимой пшеницы собрали почти 9 миллионов тонн, а урожайность 61,8 центнеров с гектара. Абсолютный рекорд Кубани. В советском районе за чужими рекордами следить было некогда. Молотили себе, молотили и выдали. Самое большое 80% было, самое малое 70%. 80 центнеров с гектара озимой пшеницы. Раньше такие урожаи в крае получали только на экспериментальных делянах в Зональном районе. Во-первых, это качественно подработанная почва, затем своевременный посев, качественные семена. Люди у нас обучены, профессионалы своего дела. Именно в агрофирме Гудвилл сегодня работает один из лучших комбайнеров края Сергей Молоков. Усмехается. Когда был колхоз, такого урожая и вправду не видел. И это при том, что погода нынче опять подвела. Не, ото всех зависит, а не от одного. К вечеру уже хуже идти начинается, приходится бросать рано. И утром рано не выйдешь. На хороший урожай в хозяйстве рассчитывали сразу. Мол, если яровая пшеница дает 40 центнеров с гектара, то озимая, чтобы окупить затраты, должна давать вдвое больше. Вот и за каждый погожий день цеплялись как за соломинку. И техника десяток современных машин не подвела. На сегодняшний день техника, которая работает у нас в хозяйстве, способна поднять любое полеглое зерно, поднять его с земли, обмолотить и донести непосредственно до выгрузки в хорошем состоянии. Кому сегодня здесь говорят отдельное спасибо, так это инженерной службе. Рекордами хвалиться пока некогда. Слишком много еще зерна в полях. Но даже если погода испортит уборку окончательно, средняя урожайность озимой на полях все равно будет около 60 центнеров с гектара. Так что не только южанам ставить абсолютные рекорды. Татьяна Долгова, Людмила Видмир, Андрей Синельников, Вести, Алтай.